МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации толерадою компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. У допомогу аграриям у господарки региона доставили новые кормо-уборочные комбайны. Хто саправдный уладар села? У Светлогорску пройшов обласный этап молодежного семейного проекта. Дзявятый сожский карагод теперь уже история. Гран-при фестивалю увез у Магнитогорск танцевальный коллектив Дети-магнитки. Еще немного лета теплая безопадка убудена гэтым тыдни у регионе. А зараз об гэтым иншим больше подробязна. За кошти сродка областного бюджета для господарок региона набыли 26 кормо-уборочных комбайнов. Первая парта из девяти машин отправилась на поле. Новую технику отрымали господарки Брагинского, Будакашалевского, Ветковского, Добрыжского, Жлобинского и Мазырского районов. Што ход областные улады допомагают сельгазвытворцам у обновлении мехпарков. У гэтым годзе их пополнять кормо-уборочные комбайны КВК-800 и КГ-6. Гомельщина больше всех в республике имеет площадей, засеянных под кукурузу. Поэтому у нас потребность, конечно, она велика. Но обновление идет ежегодное. И, конечно, это будет подспорье сильное для тех хозяйств, у которых очень большая площадь всего кукурузы. Отправка новых комбайнов на поле будет проходить на протягу бягучого тыдня. Тым часом кукурузы на зерне у регионе убрана на 20% площадь. Уроджайность высшая за леташню 65 центнеров с гектара супрать 53. Намолочена больше, как 70 тысяч тонн сборжа. Параллельно особные господарки ведут на рыхтовку насенние кукурузы. Гэтые работы выполнены на 40% до плана. Протягивается уборка городнины. Бульбу выкопали на четверти полев. Нарыхтована больше, как 30 тысяч тонн. Цибулю убрали на 70% площадь. В регионе выбрали уладара села. Областный этап республиканского молодежного проекта проходил у Светлогорску. Удельниками с поборництву стали 12 молодых семьев, которые перемогли в районных этапах. Кто лучше за всех смог показать свои таленты, прационные навыки и взаиморазумения, ведая Павел Мехно. Конкурс «Уладар села» является одним из наибуйнейших имиджевых мероприемств для молодых семьев, которые проживают у сельской мясовости. Инициаванный Белорусским Республиканским Союзом молодежный проект поспехово стартовал в 2008 году и с того часа поспел набрать популярность. Провести гоноровый конкурс все лета доверили Светлогорску. Организаторы подрыхтовали для удельников семь выпробований. С великой количества достойных семьев журы необходимо выбрать самую працавитую и талиновитую, которая представит Гомельскую область на республиканском этапе четвертого кострышника у Слуцку. Основная цель конкурса – это, конечно же, поддержка молодых семей, популяризация сельского быта и уклада жизни, поддержка творческой сельской молодежи. Конкурс позволяет самым лучшим, самым молодым семьям региона проявить свои творческие способности, спортивные, организаторские. И по итогу самая лучшая, самая сильная, самая дружная семья представит Гомельщину в финале проекта. Конкурсное выпробование особливых тяжкостей у дельникам не доставили. Недивно. С подобными задачами конкурсанты постоянно сутыкаются в повседенном житти. Наверное, капрызы на дворья. У гэтыдзе не смогли сыпсовать доброго настрою. Настроение у нас, как всегда, хорошее. Так как мы участвовали уже в том году, решили в этом году поддержать, добиться лучших результатов. Это круто, это молодежно. Почему бы не поддержать нашу житковищину? Приехали мы с настроением отличным. Жалко, погода нас немножко подвела. Но мы думаем, у нас все получится. Настроение супер. Спочатку каждая семья у дельницы представила свой подворок, где познайомила жюры со своими традициями, каштовностями и досягнениями. Конкурс визитовок «Витаем по белорусску» стал наступным этапом. Тут у дельники смогли продемонстрировать свои творческие таленты, а так само презентовать интересы и захопления у всех членов семьи. Наша семья Герман. Она у нас совсем небольшая. Мы только троем. Папа Артем. Далее конкурсные баталии протягнулись у специальных секциях. На этапе «Працуем разом» у дельникам спотребовались силы и зладженные деяния при распиловце бервяна и рубце дров. Эстетику конкурсу додала необходность скласти костер. Худкость спотребовалась конкурсантам при запрышце коня. Немало энергии потребовала веселая эстафета. Спортивный марафон. Все конкурсы стоят того, чтобы участвовать и побеждать. Заключенным конкурсом стал кулинарный селянские пресмаки, где у дельники поделились с гостями своими фирмовыми рецептами. На каждом этапе помеж соперниками разгорнулась соправдная боротьба, а ли атмосфера пановалась оброская и житерадостная. А до дельников конкурсу она передалась и глядачам. Ой, мне понравилась колка дров. Очень молодцы ребята. Настолько, я бы сказала, профессионально, настолько четко, настолько у них это получалось ровно. Ну, в общем, я считаю, что это зрелище. По выниках всех конкурсов, в упарте боротьбе перемога досталась от семьи Потапенко из Речицкого района. За первое место пара отрымала грошовый приз у померы 80 базовых величин Администерства сельской господарки и харшеванья. А еще право заявить на всю краину вязковые традиции наших родков и до этого часа живут в побуте сучасных семьях. Павел Михно, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». На приконце минулого тыдня Светлогорский ЦКК запросил Жихаров райцентра и везки Якимова-Слобода наведать вытворчасть сульфатной белиной целлюлозы. На такие беспрецедентные меры мясовые улады и керовниство завода пошли, как доказать, что новая вытворчасть не шкодная для мясового насильництва. Нагадаем, ранее частка Жихаров везки Якимова-Слобода скардилась на заявление неприемного паху и на связанное с ним дрянное самочувание. Нас устречу запросили так само сродки массовой информации и широкое коло экспертов. Удельники мероприемства ознайомилися с полным циклом вытворчасті. Потім размова переместилась в залу. Якие питания прогучали от насильництва и какие отказы на их дали эксперты, вы доведаетесь со специального репортажу. Глядите его на телеканале «Беларусь4Гомель» одразу пасля гэтага выпуску новинаву. До інших темп. По темпах будавництва жилля Гомельская в область на першым месце у Беларусі. План до конца года – 450 тысяч квадратных метров. З їх 280 тысяч узведзіна. Будавниччая плана на наступный год яшчэ больш масштабная. Старшня комітета по архітектуры и будавництві Гомельскага обловы конкама Андрей Барановскі подзялся імі з нашым корреспондентам Мариной Джалай. Сё літа 100 тысяч квадратных метров побудованого жилля призначена для сім'яў, які маюць права скорыстацца умовымі 240-го указу. Гэта достаткова значна лічба. За ёй махчымась многім шмадзетным і малозабяспечным сім'ям атрымаць свою кватэру. У планах на будучы год падвоюць гэтую колькаць. Дамы павіны будуть цяявіцца ў кожным районі в області. Дарэчы, шматповерховкі для ты, хто мая патрэбу ўпаляпшэні жилёвых умов, побудуюць і на буйных в уліцах Гоміля. Напрыклад, на Барыкіна. Один дом мы вводім, следующий год дом будем закладываць. И приступили к проектированню дальше, за Гоміцькую. То есть этот весь участок мы планируем под 240-й указ для нуждающихся. Усяго, в Савецкім районі за некалькі гадоў звядуць каля 40 дамоў. Дабудуюць 59-й микрорайон Шывецкую горку. Новые дамы таксама з'явіцца на уліцах Чкалава і Быхаўской. Кропкова забудовацца будуть 96-й і 104-й микрорайоны. А пошні, дарэчы, ўже на 95% готовы. Засталося некалькі дамоў. А в 96-м яшы ёсь свабодная площа. Пашырыцца і 18-й микрорайон. Микрорайон мы начали в Федюнинска. В этом году уже два дома введено, третий строем. В следующем году, в этом году, мы закладываем 4 дома для нуждающихся под 240-й указ. Но не исключено, что мы в планах заложим для Федюнинского и не, скажем так, и те, которые не попадают под 240-й указ. То есть мы будем строить не только те, которые под норму 240-й указ, но те, которые нуждающиеся. Значит, в этом году там будет закладываться совместно с 7 заказчиком, там 3 заказчика, порядка 6 домов. Значит, чисто коммерческие дома у нас строят гоменские дэска, это микрорайон 18-й. В Уксимы, значит, коммерческие дома, это будет у нас улица Докутович. Мы планируем там в этом году еще начать еще один дом. В планах 3 дома в следующем году. И будем дальше продолжать снос и строительство. Значит, микрорайоны 104-й у нас идет для 240-го указа для нуждающихся. Но мы в этом году поэтируем дом, и не исключено, что он будет для нуждающихся, тех, которые попадают под рамки 240-го указа. Значит, микрорайон 96-й. У нас остаток микрорайона порядка 70 тысяч. Значит, микрорайон рассматривается как для нуждающихся. Но какие-то будут либо по 240-го, либо нет, уже будет определяться в рамках ситуации. Как жилье стало больше доступным, все активнее развивается долевое будовництво для тех, кто не мая права скорыстаться указом номер 240. До конца года до продажи будет готова каля 1800 квадр. Половоз их у Гомеля. Далее по объемах идут Мазыр, Жлобин и Светлогорск. Затекавлены во взведении домов на коммерцийной основе и в невеликих райцентрах. В 2019 году в Гомельской области плануют побудовать свыше 40 таких домов. А это каля 4 тысяч квадр. Для нашего региона вельми высокий покажек. Причем, кошт квадратного метра – прямальный. В Гомельской области сохранена тенденция, скажем так, регулятора стоимости квадратного метра. Мы ориентируемся на те задачи, которые ставит глава государства, чтобы стоимость квадратного метра не превышала уровня заработка населения. Поэтому у нас, скажем так, если это город Гомель, здесь жилье долевое от 1200 до 1400 в среднем стоит. Если касаться региона, то, допустим, Светлогорск, там на сегодняшний день есть возможность уже у граждан приобрести жилье порядка 780-790 рублей за квадратный метр. У листопаде у РАД представить президент Украины пропановый по развитию будовничной глины. До этого часа Межведомостная рабочая группа подрыхтует шерах правовых актов по удоскональнению будовничного комплекса. Основными метами на период 2025 года будут укоренние технологии информационного моделирования, нарушивание объема жилья для шмадзетных семей и индивидуального жильевого будовничного. Марина Джалая, Василь Осипцов, телерадио «Компания Гомель». Девятый фестиваль хореографического мастерства «Сожский Карагод» перегарнул черговую сторонку своей истории. Гран-при конкурсу отправилась в российский «Магнитогорск». Журы признала лучшим выступление коллектива хореографической студии «Дети-магнитки». А на турнире по спортивных бальных танцах «Золотая рысь» лучше за инших себя проявили представники Украины, Грузии и Казахстана. У тытульных споборництвах Международного союза танцевального спорта украинские пары взяли золото одразу у двух программах. Улику переможца у турниру так само проставники минских клубов. Гомельчане ж вызначились сярод пар сеньоров с европейской программой и юниоров с латиноамериканской. Усе проставники гомельского клуба «Латина». Новый сезон на гомельской арене открыли артысты венгерского цирка. У программе выступлений поветренных акробатов, гимнастов, жонглёров, а так само номеры с экзотичными живёлами. Премьеру наведала Евгения Кухаронак. Венгерский цирк представил у Гомеля в фильме динамичную программу. Глядачы не поспеваются дойти одражение от попереднего номера, как на арене з'являются новые герои. Увысю снимается гимнастка, и каждый трюк у её выполнения сопровождается вокличами и аплодисментами, захопляючи выступления, после которого – это правда необходимая разрядка. На арене – жонглёр. Молодой человек ловко управляется одночасово с семью мячами. Спортивную тему протягивает клоун. Он утягивает глядачов в цирковое действие. И вот на арене парад экзотичных живёл под керавництвом Ричарда Такаша, представника вядомой династии дрессировщиков. Зебры, верблюды и лами слухаются его и покорливо выполняют адрепетированные. И иншая справа, калич арга, доходит до выступления бегемота. Бегемот – женщина. Женщина серьёзная. Она очень много кушает. Каждый день 30 кг овечей. Разные. Яблоко, морковь, бурак, загор, сено. Бегемот – репетиция, манеж 5 минут. А 35 минут только разговариваем, что давай, давай, давай. У свои 10 годов бегемот важит 2,5 тонны. Однако на арене демонструя соправдную грацию. Как, до речи, и слониха мая. Познайомиться с ними и убачить, на что я не сдольная, можно дать 14-го кастришника. Евгения Кухаронак, Александр Харлампов, телерадио «Компания Гомель». Развивающие гульни, ростовые ляльки и выключено позитивный настрой. По улице Яфремова у Гомеле сегодня открылся дитячий гульнявый покой. И он различен на хлопчиков и девочинок во взрослении от 1,5 до 10 годов. Маляуничье помешканье обсталеванное интерактивными зонами, гульнями и цацками. Что месяц тут будут лазиться доброчинные акции для детей и инвалидов. Театрализованные шоу-программы, керавниство установы, плануя проводится уместно с волонтерами. Головная мета подарит детям новое уражение и с чирую смешку. Очень люблю детей, своих трое внуков. Постоянно с детьми мы что-нибудь новое выдумываем. Выдумываем новые сказки, новые приключения, песни, танцы, развлечения. И поэтому захотелось расшириться больше, чтобы детки получили удовольствие, тепло. Домашний уют, они зарядятся вот этой добротой, этим вниманием. Мы очень надеемся и ждем их. Полова вера сня пройденная, а на дворье протягивает радовать. Гэты тыдень будет теплым и проважно без опадков. Часом по ветру дзённые годины прогреется до плюс 25. У ночи будет до 16 градусов. По передних прогнозах на выходных в область придут дожды. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфира. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Пропавшие в лесу люди обнаружены накануне в пяти километрах от деревни Тонеж Лельческого района. В субботу четыре женщины, самые старшие из которых 82 года, ушли в лес для сбора клюквы и заблудились. Поиски продолжались всю ночь. Для розыска были задействованы сотрудники милиции, спасатели, лесники и общественность. Состояние женщин удовлетворительное, сообщили ВОВД. На территории Гомельской области за прошедшие дни было зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили телесные повреждения. В Гомеле на улице Барыкина 69-летний водитель на пешеходном переходе совершил наезд на 58-летнего мужчину. Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в травматологическое отделение Гомельской областной клинической больницы. На следующий день в Речице похожее ДТП произошло на улице Трифонова. 30-летняя женщина-пешеход также была госпитализирована. А в Петриковском районе водитель на тракторе с прицепом совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива». Водитель легковушки получил телесные повреждения, но после осмотра и оказания медицинской помощи был отпущен домой. В Светлогорском районе 25-летняя девушка на Мерседесе, разворачиваясь на дороге, совершила столкновение с автомобилем «Сиад Кардоба», пассажир которого получил телесные повреждения и был доставлен в травматологическое отделение районной больницы. Если в случаях с пешеходами водители не предоставили им преимущества в движении, то в ДТП, где произошло столкновение двух автомобилей, водители не убедились в безопасности своего маневра. Неприятный инцидент для водителей иномарки произошел в Гомель на улице Владимирово. На припаркованный Ниссан с проезжающего мимо Зила упал огромный станок. К счастью, в момент ЧП машина была пуста и никто из людей не пострадал. А вот в Кармянском районе без травм не обошлось. В районную больницу доставлен тракторист, на которого при разгрузке упал рулон соломы. Мужчина с переломом позвоночника госпитализирован. По факту травматизма на производстве проводится проверка. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Минске завершился международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Белорусы завоевали на этих соревнованиях 8 наград. Серебро в копилку нашей команды принесла гомельчанка Мария Мамашук. В гран-при на призы Александра Медведя приняли участие сильнейшие борцы из более чем 20 стран. Гомель и Жлобинский «Металлург» вновь потерпели поражение в чемпионате Белоруссии по хоккею в экстралиге. Рыси на выезде уступили столичной юности 3-6. А Столивары не смогли на домашнем льду распечатать ворота солигорского шахтера. Поражение 0-3. Шанс реабилитироваться у обеих дружин будет завтра. Гомель дома играет с Гродненским Неманом. «Металлург» ждет в гости Лиду. В мини-футбольном чемпионате Белоруссии сыгран второй тур. Первые победы в сезоне записали на свой счет Гомельская БЧ и Светлогорские ЦКК. Железнодорожники крупно обыграли на выезде Щучин 9-2. Хит-триком в этом поединке отметился Евгений Перемитин, дубль у Никиты Андреевского. ЦКК на последних секундах вырвал победу в поединке с Гродненским УВД «Динамо» 4-3. ВРЗ во втором туре проиграл. Команда Анатолия Яновского уступила столице 1-3. В 22-м туре чемпионата Белоруссии по футболу в первой лиге все представители Гомельской области одержали победы. Гомельский локомотив на домашнем газоне был сильнее «Слонима-2017». Хозяева на 17-й минуте счета открыли, отличился Денис Козловский. Дмитрий Вашкель через 5 минут преимущество удвоил. На 85-й минуте Николай Загвоздин установил окончательный счет матча 3-0 в пользу железнодорожников. Светлогорский «Химик» совершил небольшую сенсацию, обыграв на своем поле лидера чемпионата «Энергетик» БГУ 2-0. К слову, минчане до этого не проигрывали на выезде 7 матчей подряд. Мозырская «Славия» была сильнее «Пинской волны» 2-0, а «Житковический ЮАС» одолел «Оршум» 2-1. Победа над «Волной» и «Осечка энергетика» позволила «Мозырянам» вплотную подобраться к первому месту в турнирной таблице. При этом у «Славии» на один сыгранный матч меньше. Локомотив «Химики ЮАС» расположились друг за другом в табеле о рангах и занимают места с 8-го по 10-е. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» потерпела поражение в очередном поединке чемпионата страны. Подопечные Сергея Цыганкова уступили на домашнем паркете столичному скам 27-36. Самый результативный в составе хозяев Дмитрий Смоликов – 6 точных бросков. В субботу, 22 сентября, «Гомель» проведет еще один домашний поединок соперник – могилевская команда «Машека». На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok